Спорт сильных людей. В минувшие выходные в областном центре 140 пауэрлифтеров боролись за звание лучшего. Всероссийский мастерский турнир Кубок Георгия Победоносца по пауэрлифтингу и отдельным дисциплинам собрал спортсменов различных весовых категорий, опыта и уровня подготовки. Очень обширное число участников. Это Нижегородская область, Владимирская область, Московская область, даже есть гости из Омска. Пару лифтинг, отдельные движения, жим, присед, становая тяга и различные другие дисциплины. То есть все сюда приехали, собрались сегодня проверить себя, то есть проверить свои силы, возможности и побороться. Турнир мастерский. Существует классификация, согласно которой весу спортсмена соответствует масса, которую необходимо взять для присвоения звания. На словах звучит просто. На деле для многих спортсменов именно погоня за быстрым результатом становится главной ошибкой в карьере. Пауэрлифтеры со стажем надрывать организм категорически не советуют. Главное правило – двигаться к цели медленно, но постоянно. Не сдаваться и рассчитывать свои силы. И не травмироваться, не стараться прыгнуть выше головы. Все-таки здесь под командой судей, под четкий регламент, поэтому надо быть более сдержанным, нервно и не перегореть. Стереотипы в мужском спорте разрушают девушки-пауэрлифтеры. Марина увлеклась этим необычным видом спорта случайно. Стала заниматься с тренером. К вершинам не стремилась, но и не сдавалась. Теперь пауэрлифтинг больше, чем увлечение. Марина участвует в соревнованиях и поражает окружающих, которые не ожидают от хрупкой девушки такой богатырской мощи. Очень удивляются, особенно те, которые далеки от спорта. Когда я рассказываю, что я занимаюсь пауэрлифтингом, мне начинают спрашивать, а что это такое? Я говорю, это со штангой работа. У них делаются очень круглые и замечательные глаза. Я люблю немножко их шокировать, потому что я внешне, говорят, что не очень похожа на девушку, которая занимается со штангой. Показали характер. На домашнем турнире ивановским пауэрлифтерам удалось завоевать в различных дисциплинах в общей сложности 45 медалей. Всего же было разыграно 120 наград и три комплекта абсолютного зачета. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.